всем привет сегодня у нас на обзоре проект layer zero разберем фандрайзинг данного проекта и токеномику нам надо определить по каким ценам инвестора заходили в данный проект чтобы понять по каким ценам будет нам интересно подбирать данный проект и примерно какие цели мы можем ожидать от layer zero на грядущий bullrun давайте сначала разберемся в принципе что это что из себя представляет проект layer zero layer zero это технология позволяющая безопасно и надежно отправлять данные и выполнять команды между различными блокчейнами она состоит из нескольких компонентов это контракт endpoint это неизменяемые смарт-контракты которые устанавливаются на каждом блокчейне и действуют как точка входа и выхода всех сообщений транзакций именно благодаря endpoint у на и мы можем делать транзакции между различными блокчейнами децентрализованные сети верификаторов 9 так называемые то верификаторы которые проверяют что сообщение подлинное корректно прежде чем их можно будет обрабатывать на целевом блокчейне каждое приложение может выбрать свою собственную конфигурацию данных верификаторов что очень сильно повышает безопасность для каждого отдельного приложения выполнение без разрешения это и экзекьютор то есть после того как сообщение проверено верификатором она может быть автоматически обработана специальным модулем который называется экзекьютор который обеспечивает выполнение сообщений на целевой цепочке если подытожить блокчейн инфраструктура которая решает проблему безопасности и централизации обеспечивая гибкость независимость для разработчиков приложений если кратко о технологиях это и омничейн это и zrack knowledge proof проект попадает под различные нарративы но в основном это омничейн и языка давайте посмотрим на фандрайз было проведено четыре раунда финансирования я не учитываю данный раунд в котором ничего не известно кроме лид инвестора собрали 263 и 3 миллиона долларов total supply проекта 1 миллиард давайте на фонды посмотрим тут звездная четверка это андерсон хоровитца 16z это байненс лапс это мультикоин капитал sequoia капитал coinbase ventures spartan group delphi ventures причем лид инвесторами выступили и андерсон хоровитц бинанс лапс мультикоин и sequoia в различных раундах финансирования первый раунд финансирования у нас был 1 апреля 21 года на нем было собрано 2 миллиона долларов ценка неизвестна раунда поэтому пока мы не можем предположить по каким ценам на этом раунде покупали монеты фонды 16 сентября у нас была серия а который лид инвесторами выступили байненс лапс и мультикоин капитал в этом раунде привлекли 6 и 3 миллиона долларов серия а у нас прошла 30 марта 22 года инвесторами лид инвесторами выступили андерсон хоровитц и sequoia капитал этот раунд уже был с известной оценкой в 1 миллиард долларов с учетом того что у нас total supply 1 миллиард монет фонды заходили в этом раунде по одному доллару и в последнем раунде собрали 120 миллионов долларов с оценкой в 3 миллиарда то есть в данном раунде фонды заходили по уже по 3 доллара давайте попробуем предположить по каким ценам заходили в серии а если у нас если взять мультипликатор с extended серии а то у нас получается в районе 7 с половиной если взять мультипликатор в серии b он около 25 средняя получается около 16 если посчитать мультипликатор 16 то у нас получается что в серии а фонды заходили примерно по 11 центов в extended серии это расширенная серия а у нас по доллару и в серии b по 3 доллара если брать среднюю цену всех раундов то это примерно 82 цента в серии b есть фонды которые заходили только в этом раунде то есть они брали данный токен по 3 доллара давайте посмотрим серия b у нас серкал заходил только в серии b okx ventures заходили только в серии b то есть достаточно крупные фонды которые заходили по 3 доллара light speed ventures partner тоже заходили в серии b то есть есть фонды их достаточно много которые заходили по 3 доллара в layer 0 если учитывать текущую цену 3 доллара 11 центов то мы примерно в трех с половиной иксах от цен средних цен инвесторов это достаточно хорошие цены для инвестиций в данный проект по примерно по таким ценам давайте посмотрим разлоки по лэйер зеро у стратегических партнеров то есть у инвесторов и core contributor команды один год клифф и линейный разлог в течение двух лет начиная с 20 06 25 то есть 20 июня 25 года первые токены команды и первые токены инвесторов поступят в рынок до этого момента их не будет текущая цена лэйер зеро 3 доллара 20 центов плюс минус я считаю это достаточно хорошая цена от двух семидесяти до трех с половиной для покупки данного актива на ближайший альт сезон то есть это не быстрая спекуляция это покупка примерно на год учитывая что средние цены инвесторов были в районе 82 центов а последний раунд на инвестора заходили по три доллара вы имеете практически ту же самую цену а возможно если откатит к трем долларам вы сможете взять и по три доллара но у вас не будет годового клиффа и не будет двухлетнего вестинга проект у нас попадает нарратив умничейн языка это достаточно серьезный проект инфа инфраструктурный проект моя средняя цена пола рзера с учетом дропа который я не продавал в районе двух долларов так как я покупал еще по 2.50 чем-то и по 2.80 это целом все что я хотел рассказать про лэйр зеро если контент был вам полезен подписывайтесь на канал в описании к видео есть ссылка на наш телеграм-канал тоже переходите там мы публикуем достаточно много полезного интересного контента всем удачи а